друзья на мой взгляд очень неплохой веселый ролик предлагаю послушать вам его до конца сотрудники совком банка самом начале так представились что у неподготовленного неосведомленного человека наверное должно 7 потов сойти от страха но только не у нас с вами и так внимание поехали слушаем мая сестра здорово жива и откуда вы звоните я сейчас не допонял немножко не не вы про суды что-то сказали вы сказали что-то меня послышалось суд я подумал суд что-то из суда судебный отдел как это понять на самом деле судебный отдел судебного взыскания то есть насколько не кричите пожалуйста я пытаюсь выяснить эти вот ваши заявления на мой взгляд голословные судебный отдел но это служба судебных приставов может наверное так вот каким-то образом упирать название дмитрий 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 вы не хозяйством банка случайно нет я не хозяин я кандидат юридических наук я кандидат юридических наук и не вы ставите отделы в котором нам работают и название даете отделы да нет да я просто я пытаюсь разобраться я же не критикую вас я не критикую вас я понимаю что вы так сказали чтобы ввести меня меня будьте добры выслушайте пожалуйста я вас выслушаю с удовольствием конечно если вы представите передайте пожалуйста марине михайловне что в отношении ее долга документы направлены приставом у вас бурдино исполнительное производство на основании чего на основании как у вас судебного решения на основании судебного решения которое у нее есть а судебных приставов дело я буду разговаривать с ней а причем здесь вы уже если судебные приставы разбираться вы тут каким боком извините за решение а потому что дмитрий она брала деньги и средства именно в нашем так ну тогда приставы разбираются вы как совершенно законопослушная организация как пострадавшая страна подали в суд на хрена вы тогда звоните если не хотите беседовать что вы мне позвонили напугать меня или что не получилось у вас Аххахаха Парижня, не получилось у вас напугать меня Кто не получилось, Дмитрий? Кто не получилось? Знаете почему не получилось? Послушай сюда, курица Курица, курица, послушай сюда Что понимаете, у нас звери Только кожи Слышишь ты меня? Ты слышишь меня или нет? Слышишь? Тебя троллят сейчас Троллят со страшной силой Ты сегодня будешь выложена на канале в Ютубе, и над тобой будут ржать тысячи людей, это не Дмитрий, это не Дмитрий, это не Дмитрий, это Дмитрий, только Дмитрий Евгеньевич, Дмитрий Евгеньевич, человек, который защищает того человека, которого ты пытаешься пугать. Так послушай, если есть судебная мишень, да потому что ты ничего нового мне не скажешь, а я тебе могу сказать очень много чего нового, чего ты не знаешь, или не хочешь знать, или тебе никогда об этом никто больше не скажет. Нет, не буду, я не уважаю такую пугать. Зачем ты сразу стала говорить, что ты судебного отдела взыскания, такого нет в Совкомбанке. Ты простой звонарь. Тебе сказали, что нужно так звонить и говорить, чтобы испугать человека, чтобы человек напрягся. Можете передать Марине Михайловне информацию? Марина Михайловна всю информацию доверила собирать в моей организации. Компания называется АЛИАМ. И коль дело уже в суде решено... Какая компания? АЛИАМ. А-Л-Л-И-А-М. Два Л внутри слова. Да, что я вас поняла. Да. Ага. А почему вы сами на свете не уходите? А потому что она подключила переадресацию, и все звонки, которые вы совершаете, ей незаконные, попадают на наш колл-центр. А в данном конкретном случае звезды пришли так, что вы прям... А я с Дмитрием сейчас разговариваю. С Дмитрием Евгеньевичем. Я с Дмитрием сейчас разговариваю. Нет, вы разговариваете с Дмитрием только... Не Дмитрий, а ты у нас свой брат. Нет, это у нее есть брат. У нее есть брат. А ты у нас мой мальчиков. Вы понимаете, бывают такие редкости, что слово Дмитрий попадается несколько раз на разных людях. То есть вы из организации, с кем я работаю сейчас, Марина Михайловна, правильно? Я поорганизовала. Она работает с нами. Она заключила договор. Я сейчас еще раз повторяю, барышня. Слышите меня, да? Если судебное решение есть, то останьте от человека, передавайте исполнительный лист судебным приставам, и мы будем работать судебными приставами. Вы знаете информацию об этом? Мы хорошо договорились. Она уже все знает наверняка. Да, раз если есть исполнительное производство, она уведомлена. Но если информацию об этом отправить, она об этом будет знать. Что за глупости? Суд всегда переправляет информацию двум сторонам. Это называется истинно состязательный процесс. Обе стороны должны... На основании чего? На основании чего? Судебное решение Дмитрия, вы совершенно правы. Судебное решение Дмитрий в суд. Дмитрий Евгеньевич, напомню. Дмитрий Евгеньевич. Дмитрий Евгеньевич, хорошо, не против. А еще бы чего? Против. Агенту и, да, и направляют в банк. Ну да. А что тут... А теперь в чем? В чем попал? Вы о чем опять меня перебивают? Я на вас слышу, что у меня тоже некий... Вы слышите меня, говорит, Дмитрий Евгеньевич? Я сейчас слышу. Меня это направили, да, совершенно верно судебным прицелом на возбуждение исполнительного производства, потому что так же Марина Михайловна не исполняет судебное обязательство в добровольном порядке. И, например, на основании этих денег на цель, они будут удержаны. Ты мне сейчас лекцию читаешь? Мы сейчас первым делом отменим незаконное судебное решение. Разберемся, посмотрим, почему человек не был уведомлен и отменим это судебное решение. А, Дмитрий Евгеньевич, понимаете, это нельзя уведомлять человека. А я не говорю, что ты что-то там должна делать. Ты со мной позвонила, наплела всякая чепущая, в которой сама не разбираешься. Дмитрий Евгеньевич, я с вами печальный разговор завершаю. До свидания. А что тебе остается? Вот такой диалог. Скажу я вам, подняли там в архивах и более того. В этом человеку был судебный приказ, который мы отменили. А на момент звонка просто в колл-центре об этом просто даже еще не знали. Видимо, до них информация не дошла. Ну и так для понимания. Бывают судебные решения, исполнительного производства нет. Потому что банк еще раз думает, передавать исполнительный лист или не передавать. На взыскание в службу судебных приставов. Просто на этом фоне очень часто продают долги. Типа под шаблоном просуженный долг. Круто. Там некоторые дурочки скупают такие долги. В надежде, что это уже победа над всем и всегда. На самом деле взыскать с физического лица деньги, если физическое лицо грамотно защищается, очень-очень тяжело. Если делать все по закону. А не по закону. Это отдельная история. И мы с этим не работаем. Компания Аля. Расскажу вам. Один из крупнейших юридических операторов на территории Российской Федерации. Занимаемся мы тем, что помогаем людям, попавшим в трудную финансовую ситуацию. С банками, с микрофинансовыми организациями, с онлайн займами. Ну, все такого вот уровня. Берем на любом этапе дела в основном. Ну, и, конечно же, работаем по всей территории Российской Федерации, где бы вы ни находились. И мы готовы ваши дела взять в работу. Основная задача, основное условие, простите, это чтобы у вас был интернет. Как мы это делаем? Почему так у нас получается? Это долго рассказывать. Гораздо проще вам посмотреть у нас на сайте видео. Ссылочка на наш сайт в описании этого ролика. Любого другого. Ну, и также мы, для вашего удобства, сейчас выйдет кликабельная подсказочка в правом углу видеотрансляции. Посмотрите, вот она. Переходите на наш сайт и, соответственно, попадаете на сайт. Да, находите там видео-алгоритм работы юристов компании Алям. Посмотрите, пожалуйста. После этого оставьте заявочку в форуме на сайте. Пишите всю информацию о себе корректно. Телефон, имейл, как вас зовут, как вам обращаться. И ждите звонка нашего специалиста. Работаем мы 5 дней в неделю, кроме субботы и воскресенья. Работаем по часовому, по московскому часовому поиску. Итак, оставляйте в форуме на сайте заявочку и ждите звонка нашего специалиста. Звоните, мы будем с телефона, который указан на сайте. Не пытайтесь нам самостоятельно позвонить, не дозвонитесь. Тяжело это очень сделать. Поэтому проще. Оставьте заявку и ждите звонка нашего специалиста. Еще раз, посмотрите, пожалуйста, видео на сайте. Только после этого звоните. Ссылочка в окошке трансляции выходит для вашего удобства. Вот она. Также я вам предлагаю обратить внимание на наш плейлист обращения Кузнецова-Дмитрия. Очень много полезного и интересного там выложено. А именно ответы на вопросы. Конкретно, когда широко, так развернуто, я отвечаю на ваши вопросы, которые вы очень часто задаете. Это тоже будет, на самом деле, я думаю, заслуживает интереса. И, конечно же, для вас мы специально создали целый плейлист. И вы можете на нашем канале познакомиться с множеством полезной информации, вот изучив этот плейлист. Пожалуйста, в отон. Вот этот плейлист. Само собой, приятного вам времяпрепровождения. Но для тех, кто еще не успел подписаться на наш канал, нужно это сделать срочно, успокоиться, разобраться во всем и перестать нервничать. Репост в соцсетях это обязательно. Для тех, кто этого еще не сделал, естественно, пожалуйста, поделитесь этим, либо любым другим видео со своими знакомыми, друзьями в соцсетях. Так как можно больше людей должно узнать всю правду о банках, о банковской деятельности, о банковском беспределе и так далее. Ну и лайк. Лайк, конечно, если... Либо дизлайк. Это тоже пожалуйста. Ну и не забывайте, что дизлайки, они тоже определенным образом дают стимул для движения этого ролика. YouTube очень любит вообще любую активность. Лайки, дизлайки. Ну, короче говоря, мне будет понятно, кому что нравится. Ну и комментарии. Жду от вас комментарии по поводу этого ролика. Очень всегда интересно. С вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты, компания Аля. Всего вам доброго, друзья. До свидания.